Привет! Меня зовут Оля. Я очень люблю игры, в которых нужно много разговаривать, поэтому приобрела находку для шпиона практически без раздумий и нисколько не разочаровалась. В ней я получаю намного больше удовольствия от самого процесса игры, а не от победы, поэтому смело могу порекомендовать ее всем, кто любит креативно мыслить, много общаться и задавать каверзные вопросы. В игре могут принять участие от 3 до 8 человек. Время партии зависит только от того, как долго вы собираетесь веселиться, ведь количество раундов вы определяете самостоятельно. В игре есть 30 разнообразных локаций. Некоторые из них часто встречаются в жизни, например, школа или пассажирский поезд, а некоторые совсем киношные, например, океанский лайнер или орбитальная станция. В начале раунда вам нужно раздать столько карт, сколько игроков сидит за столом. Так, например, в партии на 4 я убираю лишние карты, тасую 4 оставшихся и раздаю каждому из игроков по одной в закрытую. Получается, что у троих игроков будут карты с изображением одной и той же локации, а у шпиона с одним единственным словом – шпион. Задача игроков – угадать, кто шпион. Задача шпиона – угадать локацию. На раунд отводится определенное количество времени. При игре в четвером вам понадобится 6 минут. Первый участник задает вопрос любому игроку про место, в котором они находятся. Второй игрок отвечает, придумывает новый вопрос и задает его кому-либо. Он не имеет права спрашивать того игрока, который спрашивал его. Ярослава, скажи, в этом месте обычно жарко? Нет, тут вполне комфортно. Катя, тут бывает много детей? Да, я не представляю это место без детей. Оля, тут есть окна? Вопросы и ответы не должны быть слишком подробными. Ведь если я спрошу у Ярославы, там есть учитель и ученики, а она ответит «да», то шпион сразу догадается, что это школа. Нельзя давать шпиону такого шанса. Кроме того, на картах есть определенные роли, которые можно отыгрывать. Они придают игре особый шарм. Любой из игроков может остановить время и обвинить кого-либо в шпионаже. Если все остальные участники согласны, то раунд заканчивается, и подозреваемый переворачивает свою карту. Если он действительно оказался шпионом, горожане выигрывают, и каждый из них получает победные очки. А тот, кто правильно угадал шпиона, получает больше баллов, чем остальные. Если подозреваемый оказался горожанин, то выигрывает шпион. Также шпион может в любой момент игры остановить таймер, открыть свою карту и попробовать назвать локацию. Если он угадал, он зарабатывает победные баллы. Если же нет, то их делят между собой остальные участники игры. Таким образом, игра продолжается несколько раундов подряд, а выигрывает тот из игроков, который получит больше баллов, чем остальные. Мне нравится, что в находке для шпиона не важно, с кем проводить партии. С друзьями отлично, игра пройдет на ура. С незнакомцами – превосходный повод завести новых товарищей. Чем больше партий в разных компаниях, тем лучше. Сразу начнете замечать, насколько по-разному все мысли. Пробуйте, играйте, находите именно то, что нравится вам. А с вами была Оля. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментарии свои любимые игры. Субтитры сделал DimaTorzok